ребят всем привет сегодня мы на даче всем удачи ребята всем привет сегодня очень классный весенний почти что денек сегодня мы решили протестировать наши новые микрофоны один на мне другой на лене скажи чего-нибудь привет всем привет ветра сегодня нет но метро защиту все равно одели потому что иногда такие порывы небольшие есть и хотели поговорить про сигнализацию вот сейчас я считаю что современные автомобили уже на достаточном уровне защищены то есть у всех есть встроенная сигнализация встроенным иммобилайзер поэтому дополнительной защиты виде сигнализации в общем-то и не нужно потому что если говорить про профессиональных там угонщиков то их не остановит не встроенная не дополнительная ну может быть чуть больше времени займет на 5 минут в общем это не принципиально для этого есть страхование именно им и надо пользоваться но когда мы покупали автомобиль мы попросили дилера установить сигнализацию понятно что все равно нужно было какие-то допы набирать ну вот сигнализацию поставили для чего значит в первую очередь и в единственную наверное для меня сигнализация это автозапуск потому что автомобиль находится на улице вот когда ты выходишь из дома надо чтобы было тебе комфортно до садиться в теплый автомобиль вот поэтому единственная функция которая мне нужна от сигнализации это автозапуск вот значит ну какая сигнализация стоит у нас и взяли коробку значит это шархан мобикард третий про еще туда даже написано вот и специально для коробка специально для автомобилей для салона хендай я думаю что сам состав естественно не меняется что они одевают ее там если продают хендай вот тебе для хендай продают в киа для киа ну и вообще для любого автомобиля такую подберут а так она вообще подходит для любого авто а авто да так вот она собственно коробка выглядит закроем уберем чтобы не мешалось вот то есть как это действует да вы закрыли автомобиль ушли давай отойдем куда-нибудь подальше естественно есть и штатный автозапуск но действует он очень близко и по факту когда ты им пользуешься это вот то же самое что в машину сесть поэтому никакой разницы нет от сигнализации брелок действуют ну на большом расстоянии если вот допустим в такой местности где нет каких-то преград особых да то он будет действовать я думаю что ну метров 200-300 вообще без проблем вот я когда в городе его использую с работы выхожу запускаю иду до стоянки достаточно далеко там метров 200 есть точно значит запускается спокойно поэтому вот таким образом значит на брелоке запускается сигнал пошел машина сейчас обрабатывает его но завелась сигнал подает что до машина завелась и здесь установлен таймер на 20 минут вот перед работой значит включил перед выходом и машина греется ждет тебя таймер можно устанавливать и на большее время и на меньшее можно вообще отключить его чтобы она заводилась и работала бесконечно долго пока вы сами ее не отключите значит какой только минус или сигнализация так настроена или автомобиль просто не позволяет но когда ты в машину садишься никак нельзя сделать так чтобы она не глохла то есть нужно выйти из этого режима садишься нажимаем давайте покажем да пойдем садишься в автомобиль вот раньше на прошлом автомобиле нажатием три раза по моему два или три раза нажатие кнопки engine start стоп вот позволяла потом по нажатии педаль тормоз оставить автомобиль работающим выйти из режима сигнализации здесь такого не происходит то есть каждый раз приходится останавливать машину и потом уже заново ее заводить уже на постоянной основе но вот такой нюанс есть и поеду дилеру возможно он мне там настроит по моей просьбе значит что еще хотел показать в этой сигнализации есть приложение приложение которое позволяет управлять всеми настройками да но вот самим автомобилем то есть вот показано что он открыт значит можно открыть багажник вот отсюда же также и закрыть ну не особо полезная функция она есть значит также показывает температуру двигателя скорость обороты температуру значит внутри автомобиля вольтаж процент топлива почему-то не показывают так температура двигателя да уже показывал это вот и здесь в настройках уже можно по автостарту определять условия да то есть вот это вот длительность автостарта да и где-то еще были настройки так это сам автомобиль а вот здесь параметры да то есть можно делать авто запуск по какой-то температуре да допустим температура на улице достигает такого-то параметра да соответственно автомобиль включается для того чтобы он не замерзал и всю ночь там поддерживал температуру определенную чтобы там не замерзнуть и не было проблем при запуске утром да также значит есть при плюсовой температуре такой же запуск чтобы он охлаждал салон также есть запуск при уровне аккумулятора да то что чтобы аккумулятор не рассредился и не замерз прибивание также есть здесь еще такая функция как turbo таймер да то есть в автомобиле турбина и когда вы едете продолжительное время на высокой скорости обороты высокие держите обгоняете турбина тоже нагревается и вот остановившись и глушить двигатель после такого не рекомендуется потому что турбина не успела остынуть для этого используют turbo таймер то есть машина переходит в режим когда она под сигнализацией но работает еще две минуты таким образом система охлаждают турбину потом автомобиль сам выключается но удобная функция но мне мало применимо потому что я большей степени езжу по городу не не активный поэтому слушай а есть еще такая функция не знаю у нас есть на сигнализации но в приложении я имею ввиду что когда ты сколько раз притормозил экстренно на такого нет нет такого такого нет так ну все остальные настройки они так в общем то не особо интересны поэтому вот автозапуск и turbo таймер две вещи которые ну полезны хотя конечно была бы возможность я бы вообще не ставил на автомобиль никаких дополнительных систем все-таки это вмешательство но значит пока что производители вот во всяком случае хендай не делает в своих брелоках такую длительную значительную дистанцию для автозапуска поэтому приходится это расскажи еще пожалуйста про настройки почему у нас задние двери все время заблокированы ты мне сказал что это нет сигнализации зависит от это сам сделал да ну давай перейду на ту сторону давай в настройках автомобиля в настройках автомобиля значит есть такая функция автоматическое закрывание дверей да вот автоблокировка и вот режимы при котором автоблокировка включается то есть можно при начале движения когда вы передачу включили с паркинга на драйв можно при движении то есть ты включил передачу но все равно двери не блокируются а блокируются когда ты едешь со скоростью больше по моему то ли десяти то ли там 15 километров в час и выключить да вот у меня настроено что блокируются двери при движении все когда ты едешь там со скоростью 15 километров в час так вот смотря когда ты останавливаешься вот а дальше авторазблокировка и вот здесь есть параметры и открытие двери то есть когда вы остановились и включили паркинг двери открываются либо когда вы выключили автомобиль либо эта функция вообще выключена вот разблокировка двери я предпочитаю делать ее самостоятельно то есть у меня есть клавиша вот здесь блокировки разблокировки вот мы остановились двери заблокированы и сами они не разблокируются до тех пор пока я либо не нажму кнопку что все двери открылись либо не открою свою дверь то есть каждый из сидящих в автомобиле может разблокировать свою дверь открываю но автоматически они не откроются и это вот функция для меня и меня эта функция бесит тебя она бесит потому что она в повседневной жизни не не совсем удобная но с точки зрения безопасности вот допустим я остановился вы сидите в машине да я остановился пошел в магазин вышел моя дверь открылась ваши все закрыты в это время не дай бог какой-то человек с улицы вдруг возьмет дернет дверцу откроет может что-то отсюда взять и убежать иметь газовый баллон но пока ты его достаешь в общем а так двери всегда закрыты и по умолчанию их нужно открывать из осознанно знаю что ты это делаешь поэтому для меня вот эта функция важна я всегда ее использую причем разблокировка у меня всегда выключена а блокировка включена автоматическая ну вот это внутренний функционал он никак не зависит от сигнализации машина на самом деле очень умная поэтому поэтому сигнализации нужен только автозапуск с большого расстояния ну еще иногда может быть turbo таймер если тебе не хочется сидеть ждать две минуты пока машина остывает ты можешь включить эту функцию и уйти она сама выключится так ну наверное это все что мы хотели сегодня вам показать пойдем еще погуляем тут на даче ну а вам хорошего настроения и выходных всем пока пока пока